Девятилетней Софии Дикевич библиотека заменила. Как бы странно это ни звучало про современных школьников, компьютер с интернетом. В поиске ответов на главный вопрос, как устроен этот мир, она не жалеет ни сил, ни времени. Именно в библиотеке. Тем более, когда речь идет о выборе нужной книги. К слову, интересуют Софию совсем не волшебные сказки, а скорее наоборот, изучение реального мира, который нас окружает. Третьеклассница уже прочитала всю серию книг «Маленький профессор», и на этом она останавливаться не планирует. Если честно, меня привели мама и папа. Я пришла и увидела много-много книг. Я поняла, это мое место, и я решила читать. Читала, 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 и наконец поняла, что когда читаешь, много уму набираешься. Родители с самого детства заметили у ребенка тягу к чтению. А так как сами очень ценят хорошую книгу, привели маленькую Софию в библиотеку. С семи лет девочка самостоятельно выбирает, что будет читать. С я сильного возраста у ребенка появилось желание. Мы не умели еще читать, но любили слушать сказки. И мы в свое время с мамой уделили этому внимание. Много читали. Люблю с ребенком читать книжки, которые берем. Мы летом вдвоем читали. Она читала, а я потом и перечитывал. Как бы погружался в свое детство. Такой семейный подряд поощряют и библиотеки. На конкурсе летнего чтения есть даже отдельная номинация «Читающая семья». Все для того, чтобы привлечь как можно больше внимания как взрослых, так и детей к книге. В современном компьютеризированном мире лучшим другом человека стали гаджеты. И это неудивительно. Ведь пользоваться электронным помощником очень легко и удобно. На одном устройстве можно слушать музыку, смотреть фильмы и читать электронные книги. Казалось бы, зачем тогда нужны, например, библиотеки. А между тем, желание гродницев прикоснуться к реальной книге с каждым днем только возрастает. Это подтверждает и статистика. По сравнению с прошлым годом, количество участников конкурса летнего чтения значительно увеличилось. В этом году их более 300. Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно было прочитать не менее 20 книг. Но финалисты, те ребята, которые сегодня будут награждены, преодолели этот рубеж, значительно преодолели. И нужно сказать, что не каждый взрослый человек может похвастаться таким количеством книг, какой прочитали ребята за летний период. Абсолютный рекордсмен нашего конкурса прочитал 108 книг. И мы очень рады. Это такой абсолютный рекорд по количеству прочитанных книг за лето. Награждение лучших читателей прошло в пяти номинациях. Самый юный читатель, любители белорусской литературы, юный эрудит, лучший читатель и читающая семья. Всего 15 номинантов. Им вручили почетные дипломы и самые ценные для них подарки – книги. Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.